С доктором Поляковым Полина знакома почти всю жизнь. Диагноз сахарный диабет девочки поставили в 10 месяцев. Полина была одним из самых маленьких пациентов в регионе. Сахар все время скакал, уколы инсулина и днем и ночью не помогали, а потом Полине установили инсулиновую помпу. Уровень сахара в крови у здорового человека колеблется от 4 до 5,5 мм на литр. У Полины же до установки помпы мог падать ниже 3 и подниматься до 20. После скачки прекратились. Появилась возможность вводить точную дозу лекарства. Так как ребенок маленький, это очень важно. Установка помпы – дорогое удовольствие, но еще дороже ее обслуживание. Годовой запас расходных материалов стоит 250 тысяч рублей. Сейчас у семьи, в которой двое детей и неработающая мама, таких денег нет. Основная наша задача, скажем, даже в этой ситуации не сделать сахара идеальными, а за счет этих идеальных сахаров не дать развиться осложнением. Ребенок совсем маленький, поэтому мы, если все нормально, все хорошо будет, мы можем планировать, что она проживет столько же, сколько человек на сегодняшний день в России. Если не следить, то продолжительность жизни на нескольких десятков лет будет меньше. Несколько месяцев назад ему тоже нужна была помощь. 14-летний Семен практически ничего не слышит. Уже много лет пользуется специальным аппаратом. Старый прибор выработал ресурс, и мальчику понадобился новый. Но 280 тысяч рублей семья Сорокина, в которой семеро детей найти не смогла. Остаться в полной тишине мальчику не позволили Росфонд и зрители телеобъектива. В конце мая новый аппарат доставили в Саратов. Почти что 270 с копейками тысяч мы не смогли бы на аппараты. Это надо было брать кредит, и, соответственно, оплатить там сколько, пять лет. Мы бы не смогли это. Мы очень рады. Спасибо большое. Кланяемся. Одна иголочка вот эта, она стоит 300 рублей. То есть мы ее меняем раз в два дня, а иногда даже и чаще. Полине Володьковой Росфонд тоже пообещал помощь. 170 тысяч рублей уже собраны. Помочь этой малышке могут и саратовцы. Надо лишь посылать СМС на номер 5542. Осталось собрать всего 82 тысячи. Если сообщение отправить чуть больше тысячи человек, снимать помпу и бояться осложнений не придется. И у трехлетней Полины впереди будет целая жизнь. Долгая и счастливая. Ольга Маркова, Игорь Шишин. Новости. Телеобъектив.